27-28 октября первые северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях. Это очевидный эскалационный шаг России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и призвал мировых лидеров к сильной реакции и давлению как на Москву, так и на Пхеньян. Об этом мы не только будем сегодня говорить заместителем руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, руководителем Народного Антикризисного Управления Павлом Латушко. Рада приветствовать вас. Ветаю вас. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не верит в привлечение северокорейских войск в Украине. Об этом Лукашенко говорил на саммите в БРИКС. И, как ни странно, он говорит, что это путь к эскалации, а именно то, что НАТО имеет право помочь Украине. Как вы думаете, в этом случае Лукашенко блефует или снова будет закрывать глаза, говорить, что все это учение или, возможно, он поменял свое мнение? Как вы думаете? Ну, здесь показания у Лукашенко и у Путина разошлись. Лукашенко утверждает, что никаких севернокорейских солдат нет, а Путин фактически подтверждает эту информацию о том, что они находятся на территории Беларуси. Там даже комментируя тоже видео. Намеки, полунамеки, которые прямо говорят о том, что они находятся на территории Российской Федерации. Путин говорит также о том, что между Северной Кореей и Россией подписано соглашение, стратегическое соглашение. Мы видели с вами эти кадры, когда Путин находился в Пхеньяне. И это стратегическое соглашение предполагает оказание помощи в случае войны в отношении одного из участников этого соглашения. Ну, понятно, что инициатором войны выступает Российская Федерация, но вместе с тем она реально ведет военные действия. Да, они могут сейчас прикрываться тем, что украинские вооруженные силы находятся на территории Курской области. И вот это будет являться основанием, в том числе, исходя из этого соглашения, направить северокорейских солдат именно в Курскую область. Но вопрос же тут в другом, что Лукашенко находится в очень скользкой ситуации, в очень сложной для него персональной ситуации. Он постоянно демонстрирует, что он является главным союзником России, в том числе в вопросах безопасности, взаимной защиты, военного сотрудничества. Тут, получается, далекая Северная Корея, да, пусть сосед Российской Федерации, но очень далекая от театра военных действий в России и в Украине, направляет свой спецназ на помощь, а Лукашенко сидит в кустах. И из кустов там что-то там попискивает, да. И получается, он в глазах у Путина, в глазах у российских своих друзей выглядит очень неоднозначно. Вернее, однозначно, что он линяет, он увиливает, он не хочет делать то, что делает Северная Корея. Ну вот, по крайней мере, наша разведка уже сообщает, что 27-28 октября первые северокорейские военные будут принимать участие в боевых действиях. И об этом также сегодня президент Зеленский сообщил. И также разведка нашей Южной Кореи сообщает, что до 12 тысяч северокорейских солдат Россия привлекает к участию в войне. То есть действительно, ну, то, что говорит Лукашенко, выглядит как минимум странно. Таким образом, Россия хочет чужими руками отвоевывать свои земли или, возможно, тут замысел совсем в другом? Возможно ли начало новой войны? Ну, вообще, если мы продолжаем тему Лукашенко, Лукашенко, конечно, очень сильно перепугался. После того, когда появилась информация о том, что Северная Корея направляет свой спецназ, который может принять участие в боевых действиях, это на него навело страх и шорох. Еще раз говорю, он прижат сейчас к стене. Ему нужно дать какой-то ответ Путину. И как ему дальше аргументировать и апеллировать через СМИ, через пропаганду российскую, что я ваш тут самый главный союзник, да я вообще тут рубашку готов снять, все что угодно отдать за Россию, а тут, получается, Северная Корея делает, а ты не делаешь. Что касательно замысла Российской Федерации, конечно, это дальнейший путь эскалации. Это посыл Западу, что если вы не прекратите помогать Украине, то я готов чуть ли не перейти в фазу уже такой более мировой войны, да. Они постоянно использовали эту, кстати, терминологию якобы мировой войны, с учетом того, что все НАТО воюет против России, а не Украина воюет против России. Хотя мы видим, НАТО оказывает военную помощь, но она же не осуществляет каких-то военных действий с применением своих военнослужащих солдат или офицеров. Но здесь действительно может быть посыл со стороны Путина продемонстрировать Западу, что эта война может распространиться на более широкие территории, да, и перерасти условно в Третью мировую войну. Вопрос, как всегда, упирается, как на это будет реагировать Запад. Что он может сделать и что он сделает. Что должен сделать в этой ситуации Запад? Ну, на мой взгляд, прежде всего, это речь идет о том, о чем говорим каждый день. Это больше оружия Украине, высокотехнологичного, точного оружия, которое эффективно в боевых действиях, которое сохраняет жизни украинских солдат. Второе, это наносить удары по военным целям на территории Российской Федерации, за что давно борется Украина. Ну, и то, что говорил Макрон, это размещение военного контингента. Пусть не НАТО, но ряд стран могут принять свои национальные решения и направить военные контингенты на территорию Украины. Сделает ли это Запад? Ну, это уже второй вопрос. Но то, что это необходимо сделать, если Северная Корея включается в военные действия, ну, я в этом убежден. Просто, знаете, действительно, Россия переходит уже красные линии в очередной раз. И очень странно наблюдать над тем, как Запад игнорирует эти факты. Ну, США действительно говорят, что они имеют информацию о том, что северокорейские военные будут принимать участие. Они обеспокоены. И на этом все. То есть, чего в реальности следует ожидать. Вы озвучили действительно идеальный сценарий. И нам бы, украинцам, очень бы хотелось бы видеть иностранных солдатов, в том числе военнослужащих НАТО на нашей земле, которые также смогут нам помочь в этой войне. И, скорее всего, она уже выглядит не как война между Россией и Украиной, когда Россия привлекает северокорейских военных. Но в то же время вы видите, какие сейчас шаги Запада по ответу России. Чего реально следует ожидать? Ну, вы знаете, проблема заключается в красных линиях. Красных линиях, которые нарисовали себе в головах сами западные партнеры. Ведь не Путин им рисует красные линии. Давайте будем откровенны. Они сами себе в голове рисуют и потом не могут преодолеть эти красные линии, опасаясь каких-то действий со стороны России. Украина не единожды доказывала на поле боя, что этих красных линий не существует, что они действительно нарисованы искусственно. А реально они существуют в головах западных политиков. Да, сегодня нет мировых лидеров, способных стать таковыми, для того, чтобы помочь Украине и завершить эту ужасную агрессию. Мы видим, как ведет себя генеральный секретарь ООН, приезжающий в БРИКС. И что бы он там ни говорил, как бы он ни объяснял свою поездку, ну, приезд на территорию страны-агрессора, даже если он ставит целью проведения каких-то переговоров по достижению мира, выглядит, ну, на мой взгляд, как дипломата неуважения к уставу Организации Объединенных Наций. Хорошо, организовывай переговоры, если ты считаешь это способ решения проблемы, на территории третьего государства. Ну, не едь на мероприятие, пиар-пропагандистское мероприятие в виде саммита БРИКС к руководителю страны-агрессора. Выглядит это очень неадекватно. А вы видели, как он обнимался, например, с Лукашенко, да? Там просто, ну, с одной стороны, можно сказать, что Лукашенко его схватил в объятие как любимую женщину, но это выглядело, конечно, просто неприемлемо, да? Там непонятно, то ли Гутерейш сопротивлялся, то ли нет, то ли он тоже рад был обниматься с Лукашенко, который подозревается в совершении как военных преступлений, так преступлений против человечности в отношении белорусского народа, так и акта агрессии. Все это выглядит странно. Так что мы тут даже на уровне ООН видим с вами несоответствующее, может быть, как нам бы хотелось действия со стороны наших партнеров. Кстати, вот мы говорим про привлечение Северной Кореи, ну, так завтра Иран направит войска, и что дальше? И, кстати, это тоже вопрос к Лукашенко. Сегодня Северная Корея, а завтра, если Иран примет такое решение, а Лукашенко будет стоять в стороне, поэтому я думаю, что у него подгорает у Лукашенко. Он сейчас опять на сковородке, да, он получил из уст Грызлова, из уст Пескова поддержку на свое переназначение на следующих выборов со стороны Российской Федерации, вплоть до того, что они готовы ввести войска для подавления протеста внутри Беларуси, если повторяться события 2020 года. Но эта поддержка может ему очень дорого стоить. За эту поддержку ему придется платить. Вернее, не ему придется платить, возможно, белорусам, белорусскому народу, и Беларуси как государству придется платить, потому что такой узурпатор находится у руля. Насчет выборов и протестов хочу вернуться к этому позже. А сейчас хотела бы еще с вами обговорить еще одно заявление Лукашенко. Он говорит о том, что попытка включить Беларусь в состав России обернется войной. По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, если страны и так создают союзное государство. Что вы об этом заявлении думаете? И также очень интересно, почему он это вообще сказал? Лукашенко находится уже в избирательной кампании. И он знает, что главный тезис, который мы ставим в вину Лукашенко, это то, что он сдает суверенитет и независимость нашего государства. Сдача суверенитета и независимость это не только по функционалу, по реализации самостоятельной внешней военной политики. Это в том числе и вопрос глобальный. Сохранение суверенитета и независимости страны. Кто создает угрозу суверенитету независимой страны Беларуси? Российская Федерация. Ну не Польша с Литвой хотят закупировать Беларусь, или поделить, или подчинить. Байки он эти постоянно рассказывает. Но все здравомыслящие люди прекрасно это понимают, что это полная ложь. Полная ахинея. Но поэтому здесь он пытается прежде всего отбить этот тезис, который мы заводим. И это ответ, скорее всего, большинству белорусского общества, которое не поддерживает его, в том числе из-за того, что он сдает суверенитет независимой страны. С другой стороны, говоря этот тезис, он фактически где-то соответствует правде. Потому что вся социология, которая проводится за последние 4 года, начиная с 2020 года, показывает очень интересную цифру. Я говорил о ней в эфирах и повторю еще раз. И эта цифра – база, из которой мы исходим. 97% белорусов выступают за независимую, суверенную Беларусь. 97% белорусов не хотят вступать в состав Российской Федерации. И, кстати, в состав Европейского Союза. Там тоже другая цифра, и там можно отдельно об этом обсуждать. То есть независимость является приоритетом. Кстати, очень интересно, что и его ебатьки, которые поддерживают его, также выступают за независимость. И даже та часть русских, которая проживает на территории Беларуси. Ну, когда-то по статистике, по опросам было 12-12% русских проживает в территории Беларуси. Даже они выступают за независимость Беларуси. Поэтому, говоря про войну, он прав. И это, кстати, очень хороший аргумент всем тем политологам, политикам, стратегам, которые говорят, что только Лукашенко способен сохранить независимость Беларуси. Нет, он сам фактически подтверждает, что народ является гарантом независимости. Народ не хочет объединения с Россией, вступления в Россию. Или народ не допустит оккупации Российской Федерации. Так что этим тезисом Лукашенко нам дает великолепный, шикарный аргумент в доказательной базе с западниками. Хватит ставить на Лукашенко. Это тактика. Стратегия должна быть ставить на народ, который выступает за независимость. Потому что сам Лукашенко это и подтверждает своими словами, что будет война. А знаете, в этом контексте меня интересует, может ли Лукашенко сейчас вообще перевернуть курс своей страны к западу и ЕС? Не может ли быть это, знаете, новым этапом его политической карьеры, если он видит, что действительно белорусы не хотят никаким образом примыкать к России и становиться одним государством, то может ли он сейчас, наоборот, пойти на сближение и с Украиной, и с Западом? Это не сообщающиеся сосуды. Это не значит, что... Лукашенко никогда не хотел вступать в состав Российской Федерации. Вернее, он хотел быть в Кремле руководителем, но при условии, что он станет руководителем, тогда он мог бы пойти на объединение. Когда он понимает, что руководителем в Кремле он не становится, ему не нужно это объединение. Он хочет быть вассалом, не вассалом, а условным администратором, как он является в Беларуси, иметь определенную субъектность. Продает он эту субъектность из-за того, чтобы Россия поддержала его субъектность. И он это вот торговля постоянно идет. Что-то он отдает русским, внешнюю политику, военную политику, но взамен он получает, сохраняет ту должность, на которую его в том числе посадил Кремль и при поддержке Кремля он ее сохранил. Европейский вектор нереален, и Лукашенко тоже это понимает. Он уже четвертый десяток сидит на том месте, где сидит. Лучше бы сидел, конечно, в Гаге. Ну и придет это время, когда мы его там увидим. Так вот, он прекрасно понимает, что он, а, не восстановит все оппозиционные партии ликвидированные, не освободит всех политических заключенных, не восстановит все закрытые независимые средства массовой информации, не зарегистрирует вновь 1700 неправительственных организаций, более половины которых он ликвидировал. Он не пойдет по демократическому пути. Поэтому и нормализация отношений, и перспектив, тем более вступления при Лукашенко в Европейский союз, в Европейское сообщество не существует. Это вообще нереально, и это даже не стоит обсуждения. Да, каждый избирательный цикл перед днем своего переназначения, он пытается играть с Западом. И такие попытки игры будут. Освободит он определенную часть политических заключенных, может быть еще. Но глобально он не изменит свою политику, потому что ему нанесена травма, психологическая травма в 2020 году. Он боится народ, у него народ враг, потому что он каждый день продолжает террор. Каждый день задерживают, арестовывают и осуждают к новым приговорам людей. Число политических заключенных постоянно прирастает. Выходят и опять новые. Выходят и опять новые. То есть уже это тысячами измеряется людей, которые прошли через тюрьмы в качестве политических заключенных. А сколько из них не получило такой статус? Депортировано 300 тысяч человек. Поэтому он уже не вернется в 2019-2020 год, когда была условная нормализация отношений с ЕС. И Европейский Союз ему уже не верит. Просто общаясь с западными политиками каждый день, я вижу, что абсолютно подорвано доверие. Во-первых, с его эмиссарами никто не хочет встречаться. Во-вторых, ему руку никто не пожмет. Она в крови. В крови украинского народа, белорусского народа. Это преступник. Поэтому шансов на нормализацию ноль. Опять же, есть еще фактор России. Пускай попробует с Европой понормализоваться. Путин даст ему по рукам очень жестко и мало ему не покажется. Так что это все... Вот это сейчас будут игры такие, знаете, косметика. Одну щечку подкрасит, вторую забудет. Но кардинальных изменений не будет. Ясно. И хочу, знаете, обсудить еще некоторое заявление Лукашенко. Он был очень сговорчивый на этой неделе. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что Путин не просил у него разрешения нападать на Украину с территории Беларуси. Это, мол, был обычный вывод войск после учений. И какая разница, какой стороной они пойдут через Минск или Киев. Как вы думаете, таким образом, снова-таки, Лукашенко хочет снять с себя ответственность за нападение россиян со стороны Беларуси? Слушайте, ну, отмороженный усатый дед. Простите, бывшего министра культуры. Но не в ту дверь зашел, знаете, вот так. У него граница со страной. Шли-шли, да не в ту дверь заглянули. Да, открылась дверь, мы пошли дальше. Ну, полная ложь, полная демагогия, которая не соответствует правде. Чушь. Потому что... Просто зачем тогда он это говорит? У меня такое ощущение, что он сидит, значит, так на заваленке, вот такой дед, да, в деревне. При всем уважении жителей деревни, у меня бабушки и дедушки оттуда, да. Ну, сидит вот так вот, семечки жует, там, ну, перепил со вчерашнего дня. И вот эту ерунду пытается кому-то продать. Он живет в мире заголовков. Он думает, что он скажет сейчас, ой, вы знаете, а я вообще-то никому согласия не давал. Это вот спровоцировали украинцы, и поэтому русские войска пошли на Киев. Это очень похоже на заявление Медведева, когда он тоже пытается что-то комментировать. Да. То есть вот он думает, что в этот заголовок кто-то поверит, примут западные СМИ. Ведь все интернет помнит все. Мы с вами помним все. Граждане Украины помнят все. Бучу помнят, Гастомель. Это не забудут. Когда он дал согласие на вхождение российских войск на территорию Украины. И за это он должен понести ответственность, как агрессор, как военный преступник. Это безусловно. Сколько бы он сейчас не пытался нам баек рассказывать. Но это человек, с возрастом, кстати, у него эта болезнь прирастает. Он такой лживый, да. То есть он любит придумывать истории, их рассказывать истории, верит сам в эти истории. Я вот, кстати, могу гарантировать. Вот он рассказывает эту историю корреспонденту BBC или Известия, кому он там говорил, да. Встречи-то у него особо не было на Бриксе. Надо было много интервью давать. Вот такое ощущение, это был визит интервью, да. Он же верит в это. Самое интересное, что он практически в это вот то, что он сказал, он верит. Да, ну мы-то с вами знаем факты. Вы уже упоминали насчет выборов. И вот хотела продолжить эту тему. Центральная избирательная комиссия Беларуси назначила следующие выборы президента страны на 26 января 2025 года. И посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Россия предоставит помощь Беларуси в случае протестов после президентских выборов в 2025 году. И ранее самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что на президентских выборах в 2025 году граждане аккуратно изберут себе главу страны. Как вы думаете, чего стоит ожидать от этих выборов? Снова будут выборы без выбора или будут попытки пресекания протестов? Что вы думаете? Первое. Это не выборы. Назвать выборами ситуацию, когда в стране тысяча политических заключенных, я говорил, все независимые СМИ закрыты, все 11 оппозиционных партий ликвидированы, более 50% НГО, атмосфера страха и террора, о каких выборах мы можем говорить, базовые стандарты, элементарные, не говорю про национальное законодательство, международное законодательство, не соблюдены, просто нет. Все те, кто зарегистрируется контркандидатами Лукашенко, он дал на этот избирательный процесс 85 дней, самый короткий из возможных, самый короткий, чтобы никто даже не успел там реально попытаться что-то сделать, все, кто будет зарегистрирован, это подготовленные заранее проекты КГБ, то есть будет Лукашенко и проекты КГБ, стоящие рядом. Это абсолютно нужно понимать. Что касательно нашей стратегии на эти так называемые безвыборы, мы предлагаем людям пойти и выразить свой протест. Единственная формула, как мы можем выставить протест, кто-то говорит бойкот. Бойкот невозможен, потому что это выгодно режиму. Каждая диктатура любит тишину. Демократия погибает в тишине. Если мы молчим, сидим на диване, это то, что нужно Лукашенко. Значит, за бойкот в Беларуси уголовная ответственность. Если ты призываешь бойкоту, ты пойдешь сидеть в тюрьму. Бойкот мы не можем избрать. Поэтому предлагаем единственную, к сожалению, возможную опцию это прийти и проголосовать против всех. Заставить систему триггернуть, заставить ее фальсифицировать. На избирательных участках, пусть будет 10, 20, 30, 40% против всех, система будет вынуждена все это фальсифицировать. Да, они в результате дадут, что там 1% был против всех. Но внутри сарафанное радио все разнесет, что то, что было в 2020 году, это была не случайность. До 2025 года люди сохраняют свою позицию неприятия Лукашенко в качестве руководителя Беларуси. И для нас это очень важно. За границей лишено голосования от полумиллиона до миллиона белорусов. Нас всех лишили права принимать участие в голосовании. Здесь мы также проведем соответствующие акции. Но тут нужно посмотреть более глубже. Почему ускоряет Лукашенко эти так называемые выборы? Он делает это в интересах России. Я убежден в том, что Лукашенко нужен Российской Федерации с новой псевдолегитимностью для реализации следующего этапа военно-стратегических целей Российской Федерации. За 10 минут до объявления выборов в Беларуси было заявлено совместной коллегией Министерства обороны России и Беларуси о проведении учений «Запад-2025». И даже было сказано, что это будет самая большая группировка со времен проведения подобных учений. Здесь мы можем гадать. Если посмотрим 2021 год, это вообще было 200 тысяч солдат и офицеров привлечено. Как на территории России, правда, так и на территории Беларуси. Сколько это будет, мы не знаем. Но сам факт вновь направления российских войск на территорию Беларуси – это создание угроз. Это создание рисков как для Украины, так и для западных стран. Я далек сегодня от сценария вхождения с территории Беларуси вооруженных сил. Но это даже сам факт присутствия вынудит, к сожалению, вооруженные силы Украины часть резервов перебросить границы. И вот здесь Лукашенко нужен. И поэтому мы всегда говорим, не надо заигрывать с Лукашенко. Лукашенко нужно давить всеми доступными способами, так же, как Российскую Федерацию. Санкции, уголовная ответственность, орден на арест – это предатель белорусского народа, предатель украинского народа. Этот человек должен нести ответственность. И не надо думать, что он что-либо гарантирует. Он гарантирует только одно – интересы Российской Федерации на территории Беларуси. Он может в тактике какие-то играть. Стратегически он всегда станет на стороне Российской Федерации. А как вы думаете, когда мы можем увидеть победу белорусской оппозиции вообще в ближайшие 10 лет? Это возможно и в каком случае? Вы говорите с оптимистом. Я вообще верю в то, что это, во-первых, будет. Во-вторых, я верю, что это будет очень скоро. Я вообще считаю, что мы должны готовиться к ситуации. Завтра утром мы проснемся, Лукашенко нет. Может быть, несколько причин. От физиологических, от других. Мы имеем институты для транзита, которые у нас функционируют. В той или большей степени эффективности. Понятно, ничего эффективного в мире нет. У нас главное есть белорусское общество, которое по социологии показывает, что 65% за демократию. Я говорил, 97% за независимость. У нас есть система независимых СМИ, которая, к сожалению, вынуждена работать с дограницей. Поэтому мы коммуницируем с обществом. Для нас главная цель. Нет Лукашенко в Беларуси, белорус с белорусом договорится. Есть возможность, я убежден в том, сесть за круглый стол и договориться даже с теми элитами, которые сегодня вокруг Лукашенко. Я, работавший в этой системе, прекрасно знаю, что Лукашенко ненавидят, презирают и его боятся. Как только уходит Лукашенко, нет страха. И вот тогда наступает эта возможность изменений. Поэтому главная цель – это упразднение патерналистской личной власти Лукашенко в Беларуси. И это открывает нам дорогу к изменениям. И, кстати, с этого, может быть, и много могло бы начать и более эффективно решаться вопрос той ситуации, которая сегодня в Украине. Почему никто не ставит первичную цель, давайте решим проблему с Лукашенко, и, может быть, это позволит и быстрее решить вопрос войны России против Украины. Беларусь на стороне Украины как страна, как власть – это же стратегически очень важно и необходимо. Но почему-то никто не хочет этой темой заниматься. Мы постоянно об этом говорим партнерам, но нас не слышат. Ну, будем надеяться, что вас и нас услышат, наконец-то. У меня еще такой вопрос, знаете, я всегда интересовал, почему вот Лукашенко, когда он пришел только в политику, да, он был оппозиционером и таким борцом с коррупцией, и был в оппозиции к коммунистам. Если не ошибаюсь, то он как раз-таки пропагандировал демократические ценности, вступление Беларуси в ЕС и так далее. Ну, курс как раз-таки евроатлантический. И что же тогда поменялось в глубине души Лукашенко, что его принципы как раз-таки начали работать совсем наоборот? Если я ошибаюсь, поправьте меня. Да, скорее вы ошибаетесь. Он был всегда коммунист по взглядам. Это тот человек, который страдал и страдает до сегодняшнего дня в связи с распадом Советского Союза. Посмотрите его вчерашнее интервью, он говорит, ну не мы же виноваты в том, что такая страна распалась. Ну как может, словно президент, кого мы не считаем, говорить, ну не мы же виноваты, что страна распалась. То есть ты-то все-таки президент независимой страны, или ты сожалеешь по поводу этой Советской империи? Следующее. Он всегда был про российских взглядов, он никогда не был про европейских взглядов. Да, была попытка подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, но он же никогда не соблюдал никаких базовых принципов демократии, свободы СМИ, альтернативной точки зрения, честности и прозрачности. То есть это все было на публику, да? Да, он всегда был пророссийским. Его с первых лет мечта была сесть в Кремле. Это его была стратегическая задача. Ельцин был болен, стар, и он думал, что через союз Белоруссии и России, он был инициатором этого образования, которое сейчас называется «Союзное государство». Он вскочит в Кремль, он сядет на этот трон. Это была его стратегическая цель и задача. Сейчас он, конечно, ну уже здоровье не то, но он где-то внутри сожалеет, где-то, может быть, у него и тлеет надежда, потому что люди, когда они психически неуравновешенные и одержимые властью, они же все равно будут эти мысли подпитывать у себя, да? Но он, это человек болен, он болен властью. Он будет отвечать как уголовный преступник, так что здесь не надо рассказывать легенду, что у него там психологические заболевания, но у него одна болезнь – власть. Вторая болезнь – власть – это деньги, поэтому ему нужно как можно больше украсть, и он украл миллиарды. Это самый богатый выходец из Белоруссии. Он не белорус, он пришелец. Он свалился на нашу голову, на нашу белорусскую землю. Белорусом я его никогда не назову. Это чужеродное существо нашей страны. Так вот, этот пришелец, ему нужна власть, ему нужны деньги. И денег он выкачал из страны, огромные, огромные деньги. В Эмираты, в Катар и в Саудовскую Аравию и так далее. И еще хочу вернуться к еще одному заявлению Лукашенко. Вот он говорил о возможности использования ядерного оружия, и для него красная линия – это государственная граница. Он говорит, что если наступили на нее, ответ будет мгновенным. И процитирую, он говорит, что мы к этому готовимся. Устанавливать ядерное оружие Лукашенко готов в случае нападения на Беларусь. И вот интересный момент, что в самой Беларуси не замечают, как к ним залетают российские шахеды. Ну, это, видимо, для них не несет угрозы, я так понимаю. Ну, Лукашенко опять пытается нарисовать красные линии. Мы же прекрасно понимаем. Вот это блеф. Во-первых, он не принимает решения о применении ядерного оружия, сколько бы он ни рассказывал. Да, он рассказывал когда-то с Кобеевой год назад, что у меня там красный телефончик, я, значит, возьмусь за трубочку красный телефончик, и другой красный телефончик подымет Путин. Мы с ним согласуем по поводу применения ядерного оружия, и в Беларуси будет миллион. Ну, вот представьте, сидит такой политик, который взял на себя погоны генералиссимуса, как он любит выезжать на парады, еще погоны якобы президента, и угрожает смертью миллиону человек. Ну, как можно вообще такое допускать в современном мире? Огромный вопрос. Или еще там пытаться с ним нормализовывать. Это с террористом пытаться договориться. Поэтому это все блеф. Это угрозы Западу. Опять же, он же говорил также фразу о том, что если кто-то ступит на границу нашего союзного государства, последует жесткий ответ ядерным оружием, так на границу союзного государства уже наступили. В Курской области находятся вооруженные силы Украины. Значит, он что, считает, что Курская область не принадлежит Российской Федерации? Значит, это принадлежит Украине. Ну, спасибо. Значит, это очень четкий посыл, месседж Путину, что эта территория Украины законная. Ну, понимаете, это все вот его слова, пустые слова, угрозы. Он пытается таким образом перед Западом поднять свою субъектность. Я принимаю решение вместе с Путиным на применение ядерного оружия. Если вы меня будете обижать, будет ядерная война. А, соответственно, будут многочисленные жертвы. Поэтому вы меня уважаете. У меня же сила. У меня же целая ядерная дубинка. Это была мечта его с первых лет правления в Беларуси. Он сокрушался, сожалел по факту вывода советского ядерного оружия из территории Беларуси. И всегда мечтал вернуть. Он убежден в том, что ядерное оружие позволит ему сохранить власть до последнего дня его жизни. Но это иллюзия. Если, конечно, Запад не будет покупать это за чистую монету. Единственное, тут можем сделать с вами оговорку, анализируя сегодняшнюю реальность. Но это его субъектность. И это попытка таким образом обеспечить всего до последнего дня власть. Спасибо вам большое за аналитику. Напомню, что говорили с заместителем руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, руководителем Народного Антикризисного Управления Павлом Латушка. Спасибо вам еще раз. Спасибо.